Расстрощенные камеры, сломанные руки и разбитые головы. Так 19 февраля 2014 года закончился митинг под облгосадминистрацией. Экипированные вооруженные битами мужчины прорвали милицейское оцепление. Били без разбора. Досталось и журналистам. На архивных кадрах видно – целились по технике. Когда уже пошел этот лом, пошел на журналистов, увидел только, как пацан выпрыгивает из-за толпы евромайдановцев и дубинкой бьет. Он попал в камеру, все начали разбегаться, рассыпаться. Вот когда начали уходить, он просто прилетел еще там два раза в плечо. Всех били и по ногам, и по рукам. Мне вот, допустим, в этот день поставили перелом на левой руке. Я отбитый, когда увернулся, меня догнали на проспекте Шевченко на остановке. Я уже ушел на метров здесь, наверное, 55 от них. Увидели, не догнали. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Здесь, буквально в паре десятков метров от оплгосадминистрации, молодых людей поджидали желтые богданы. Запрыгнув вовнутрь, сотни человек бесследно исчезли. Найти виновных пытаются уже шесть лет. Я помню, как мы ходили к начальнику Одесской областной милиции тогда и требовали, чтобы дело расследовалось. Мы к нему ходили, наверное, полгода. Со скандалом, без скандала, с просьбой, с разговором, все что угодно было. Но здесь же проблема заключается в чем? Здесь нет прецедента наказания за подобные вещи. Ну вот нет у нас такого прецедента. И полиция привыкла, что дело будет спущено на тормоза. Вот сейчас я буквально там где-то меньше месяца назад был в суд. Я вот на него пришел, дал показания. То есть это первый раз за шесть лет я дал в суде показания. У нас же как, да, вот могут опознать в маске, да, сбитой общие габариты тела, да. И вот так вот одиночек ловят и доказывают. А здесь, посмотрите, были лица и открытые, да, и закрытые. Ищите. Активисты считают, что массовые столкновения организовали представители команды Януковича на местах. Но тогдашний губернатор уверяет, никакого отношения к так называемым тетушкам ни он, ни его подчиненные не имели. Никаких оснований для того, чтобы привлекать его к суду, мое мнение, не было. Я не хочу давить на суд. Что касается обвинений в мой адрес, то, скажем, за шесть лет эти обвинения никаким образом не реализованы. И на сегодняшний день их поддерживают те люди, которые делают это из политических соображений. Пострадавшими признаны 16 человек. Среди них и несколько телеоператоров. По данным прокуратуры, вердикт Фемиды пока получил только один человек. За препятствование журналистской деятельности ему дали два года условно. По поводу еще четверых для ЦИСУДЫ. Остальных ищут. Правоохранцами наразе расследуются криминальные проведения, которые перебывают на стадии остановления в связи с расширением подозреваний. В загалом таких проведений нараховываются три, стосовно пяти усилий. Все показания пострадавшие дали сразу после событий. Записи с видеокамеру следствия есть. Почему правоохранителям требуется так много времени, сказать наверняка не может никто. В принципе пересменки власти, кто будет за это отвечать, если бы работала генеральная прокуратура, по-серьезному, может быть, было раскрыто. Если бы работала наша, так сказать, национальная полиция, увы, я таких действий не видел. Как бы то ни было. У нас, знаете, за эти годы сколько генералов поменялось там. Опять повторюсь, а в ВОЗ и ныне там. Сколько мы обращались, сколько официальных писем было. Да, 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 да. Ответа на сегодняшний день никто не сказал. Сейчас в Союзе журналистов готовят очередные письма Авакову, Зеленскому, Разумкову и в Кабмин. Но говорят, что ждать серьезного ответа даже не планируют. Готовятся получить очередную отписку. При этом напоминают, за годы независимости в Украине погибли десятки журналистов. Еще больше пострадали во время нападений.